Привет моим подписчикам, гостям моего канала, моим девочкам. Я сейчас снимаю видео о детских вещах от нуля до трех месяцев. Я считаю это видео очень актуальным для будущих мамочек и для мамочек уже настоящих, которые только родили или которые собираются быть мамами. В общем, не буду много разговаривать, приступим. Мой ребенок родился в сентябре месяце и как я его одевала? Одевала я сначала у него бодик, а сверху одевала человечка, ну слипик. Сейчас я вам покажу, какие слипики, какие бодики, какие хорошие, какие не очень. Но это мое мнение, то есть какая-то мама может сказать о том, что ой, мне нравилось и мне нравится. Но я говорю чисто свое мнение о себе. Что касается бодиков, бодики есть разнообразные. Я тоже как бы рожала 10 лет назад последний раз, поэтому я не знала, какое лучше взять, и поэтому брала разные. Брала разные и потом уже поняла, что мне понравилось, что нет. Есть вот такие вот бодики. Они идут как распашоночка на заклепочках. То есть ребенка не надо просовывать головку ему, то есть вы на него одеваете как распашоночку. Это в принципе удобно, но единственное, что, обращайте внимание, бывает, что здесь широковато, то есть горлышко. Заклепочка где-то далеко, например, и получается шея, горлышко, оно открыто, это не очень хорошо. Также вот такой вот, он мне нравился по материалу, он очень плотный, но, вы знаете, он, кстати, узенький для деток, которые такие худенькие. У меня такой был сначала маленький, а потом такой бутуз подрос. Тут тоже, видите, тут очень такой большой запах, и у него одна сторона всегда была полуголая, что тоже не очень хорошо. Но, в принципе, вещь эта довольно неплохая. Почему мне еще, например, нравится длинным рукавом, это, например, в отделе этот бодик, а сверху там маленькие штанишки. Сейчас я вам покажу. Вот, например, домашние такие штанишки для малыша от нуля до трех, да, и можно одеть к этим штанишкам вот такие вот просто футболочки с длинным рукавом. Сейчас, вот такие вот. У меня их было много разнообразных, но, я скажу честно, я не часто их одевала. Почему? Потому что, когда ребенка берешь или он лежит, у него задирается футболочка и, как бы, голая тельца. Я считаю, это не совсем правильно. Поэтому мне больше нравились вот такие вот бодики. Они с длинным рукавом и даже вот тут даже с горлышком, что было очень удобно зимой. Как бы, горлышко было закрыто. И получается, что я одеваю этот бодик, сверху одеваю штанишки и, как бы я ребенка не брала, как бы он не ерзался, у него спинка всегда закрыта. Это, ну, как бы, очень хорошо. А этот мы вообще одевали. У меня и штанишки, сейчас вам покажу. Да, комплект. Вот такие вот белые штаны, они очень теплые. Вот. Тут, наверное, не видно, но, в общем, они теплые. И я одевала вот этот вот бодик. Тут где-то еще даже галстук у меня лежит. И сверху еще теплая кофточка. Вот, кстати, теплая кофточка, она настолько маленькая, и я ее почти не одевала малышу, потому что она очень плотная. И мне казалось, что ему, как бы, тесно и неудобно. Вот. Поэтому я одевала более комфортные кофточки. Также есть еще бодики в виде маечек. И, видите, тут тоже очень широкая. Со временем буквально два раза постирается, становится сразу широкое такое горлышко. Тоже не очень хорошо. Есть бодики, например, вот такие. Вот, видите, тут для того, чтобы ребенку легче в головку проходила, вот есть такие, как бы, вырезы. То есть она проходит хорошо, мне, в принципе, нравилось. Без проблем ребенок проходил, и горлышко не растягивалось. И также есть такие вот разные бодики, которые вот сбоку тут или на заклепочках, или на пуговках. Ну, и те, которые на заклепочках, конечно, лучше, чем на пуговках. Но мне все равно больше нравились вот эти. Они реально не растягивались и, ну, как бы, одел ребенка и все, без всяких там заклепочек, лишних телодвижений. Малыша одевала джинсы. Джинсы и разные кофточки. Кофточки вот вроде такой. Конечно, под низ я одевала бодик для того, чтобы спинка была закрыта. Вот. Кофточки довольно теплые, так как я же говорила, да, зима. И как взрослые. Я очень люблю, когда детки одеты стильно. И вот такие вот разные спортивные кофточки. Я тоже одевала под спортивные штаны, также бодик обязательно и вот такую вот кофточку. Так мы ходили и в гости, и в какие-то заведения. Мы с малышом ходили, когда он был маленький. Ну, и, соответственно, и дома точно так же я на него одевала. Что касается капюшона, например, да, то есть с какой-то стороны это удобно, с какой-то нет. Потому что когда ребенок, например, лежит без капюшона, то мне кажется, это ему как-то неудобно и давит. Вот. Поэтому я надевала капюшон в основном. Если мы как раз где-то были, вот, то он был у меня с капюшоном, чтобы нигде его в ушки не надуло. Еще у моего малыша были колготки. Ну, и есть. Мы одевали их с рождения. Я считаю, что это очень удобно. Точно так же я одевала памперс, бодик, сверху колготки и сверху уже какие-то там джинсы или какие-то кофточки или свитерки. То есть, чтобы не одевать человечка, а потом джинсы, ну, как-то это не очень удобно. Колготки вообще идеально. И вот дошла очередь, наконец-то, до моих любимых человечков. Я реально не представляю, как раньше наши мамы были без них. Это очень удобно. Я уже говорила о том, что я одевала на своего малыша сначала бодик, потом человечка. И он у меня так был круглыми сутками и спал тоже в бодике, например, да, с длинным рукавом и все. Или в человечке, то есть в силипике. Просто я выбирала там по материалу. У меня был флисовый. Вот, он как бы такой спальник, можно так сказать. Человечки есть разные. Ну, вот, начну с самого маленького, например, да, то есть я выбрала в роддом. Он совсем крошечный, такой симпатичный. Но тогда я не подумала о том, что я подумала о том, что ой, какой красивый, там с воротничком, здорово. Но обратите внимание на материал внутри. На только вот родившийся ребеночка. Мне казалось, что все-таки нельзя такое одевать. Потому что оно, ну, как-то оно вроде бы как грубо очень, по ощущениям моим, как мамы казалось. Когда мы уже забрали из роддома, я, конечно, там, наверное, раза два его одела всего лишь. Но все-таки мне казалось, что все это, вот это вот, оно как бы ребенку будет давить. Он очень симпатичный. У него тут прикольные задники. Вот, кстати, обратите внимание тоже, девочки. Очень важно, чтобы на человечках были вот именно ножка. Когда ножка заходит, он тогда, человечек не болтается, а сидит очень хорошо. Ну, в принципе, это фирменные вещи, они вот делают с задниками. Потому что, например, если наши, нашего производства, да, там, Россия, Украина, то редко у них бывают задники, ну, именно вот ножичка, стопа, чтобы была. То есть выкройка правильная. Вот, в общем, такие вот человечки я бы не советовала. Вот это вот два наших любимых человечка, вот самых любимых, да. Я их купила, это, по-моему, или Next, или как-то Georgia, или, в общем, короче. Я малыша переодеваю в день, ну, наверное, раза три. Почему? Потому что он у меня, в общем, срыгивает, и в основном вот здесь вот всегда мокрое. Я не жду, пока оно там высохнет. То есть я сразу переодела. Человечков у меня очень много, вообще разнообразных, поэтому, как бы, у меня есть специальная корзина, в которой я все это складирую, а потом стираю. То есть не стираю по одному. Вот. Ну, стирала я их через день, ну, это точно. Вот. И представьте, ну, одевали мы их месяца три, а цвет остался таким же. Вообще он вообще не выстирался, не посветлел. То есть очень яркие человечки. Здесь все осталось ровненько, то есть тоже нигде не потянулось. Вот какой был, он такой и есть. Ну, вот только единственное, что и то. Ну, как, знаете, как чуть-чуть видно, что там стирали, но и то. Я не могу сказать, что прям совсем видно. В общем, тоже кайфовые штуки. Тут, видите, тоже есть эти стопики, то есть эти задники. И что классно в этих человечках? Мало того, что это очень приятный материал, то есть это хлопок такой, такой очень приятный. То есть сюда ребеночка положить только за. Что в них хорошо? Мне очень нравится, когда человечки, вот эти вот кнопочки, да, они идут ровно. Ровно и потом, как бы для ножек, да, чтобы поменять памперсы, можно не раздевать ребенка полностью, а только вот расстегнуть вот эти вот кнопочки. Есть же бодики. Сейчас я вам покажу, да, где кнопочки. Или сбоку, или змейка сюда сбоку. Ребенка, ну, как можно, естественно, но не очень удобно. То есть одну ножку надо как бы сильно поджимать для того, чтобы туда его засунуть. Ну, мне это не очень нравилось. То есть вот эти вот человечки, именно вот с такими заклепками ровными, это вообще идеально. А вот этот вот, он сам по себе прикольный. Прикольный материал, хорошее качество. Здесь хорошие манжеты. Здесь тоже задники, даже на заднике вот есть резиночка. То есть он сидит очень хорошо, эта резиночка не давит. Вот. Единственный минус, вот тут, кстати, даже есть вот кнопочка, чтобы змейка не съезжала. Единственный минус этого, то, что я говорила, да, уходит змейка на ножку. Съезжает, то есть змейка сюда, и здесь надо ребеночка ножку пропихивать, запихивать. И если он уже по размеру, да, этот бодик, этот человечек, да, и плюс памперс, блин, ну, конечно, засунуть можно, но не очень комфортно. Поэтому тоже обратите внимание. Теперь поговорим о носочках. Носочки тоже есть разные, и обращайте внимание, потому что есть носочки, которые давят на маленькую ножку, а есть, которые спадают. Вот, например, мы купили, эти спадали. То есть тут очень-очень широкое, как бы, голенище, да, ну, то есть, ну, и они еще и растянулись при стирке. То есть мне они вообще не понравились. А вот эти вот, я не знаю, что это за фирма, если честно, вот, они сидели очень хорошо, то есть они не давили и не спадали. Вот, видите, то есть как раз тут такая еле-еле резиночка есть, она есть, но она какая-то, ну, в общем, не знаю, обращайте внимание. Я понимаю, что это очень тяжело, как бы, подобрать, но главное, чтобы она, резинка, не была слишком тугая и не была слишком расхлябанная. А из всех носочков мне вообще вот такие вот понравились. То есть, вы видите, как идут манжетиком, и вот, видите, резинка, как вот сам носок, как вся резинка. Начинается с пяточки, и вот она вся такая резиненная, прорезиненная. В общем, короче, вот такая вот, такой носочек, да, носочки, не знаю, мне они очень понравились, они очень хорошо на малышей сидели и тоже не давили. Вот. Что касается шапок, шапок и для дома, и для улицы, да, то есть для дома я тоже покупала. Вот это вот вообще бесполезные шапки, потому что они на голове, в общем, не сидят, они сползают, и, ну, короче, реально бесполезно. Вот это вот прикольная шапка, но мой малыш, именно мой, он шапки категорически просто не переваривает. Стоит только дотронуться до головы рукой, пожалуйста, одеть шапку, начинается крик, ор, и он ее с себя просто снимает. Когда он был малышом совсем, вот от нуля до трех, да, естественно, он сам снять ее не мог, но он головой так крутил, ерзал, и шапка сползала. Поэтому такие шапки мы, в принципе, они неплохие, да, и по качеству, но мой малыш не хотел, не хотел, и нас спасали только шапки с завязочками. У меня сейчас маленьких нету, я их уже пораздавала, я вот такую покажу, да, то есть, ну, обычно вот мы для улицы, я брала, с завязочками. Когда завязала, он сначала покричал, а потом успокоился и сидит в этой шапке. А если без завязочки, то будет, в общем, головой мотать до тех пор, пока она не спадет. Вот эти вот шапки, я когда, я взяла их в роддом, думала, что пригодятся, но они нам вообще не пригодились, и они как-то, ну, не знаю, тут, в принципе, и фирма неплохая, и качество хорошее, но по своему, да, то есть, фасону они как-то нам вообще, то есть, они спадали с нас, а потом он просто вырос с них, и вот они так у меня и лежат. Что мы еще одевали? Мы одевали вот эту вот шапку, она такая кажется большой, но на самом деле она на маленькую очень головку, буквально до двух месяцев, и к ней шли еще антицарапки, кстати, девочки, вот антицарапки действительно нам помогали до трех месяцев точно, то есть, они, малыши себя постоянно царапали, а одеваешь антицарапки, и все в порядке, то есть, я шапку одеть не могла, но антицарапки нас выручали. И вот сейчас, эта шапка сейчас нам уже почти шесть месяцев, да, мы сейчас ее одеваем, это единственная шапка, которая без завязочек, в которой он может находиться, может быть, потому что она очень хорошо облегает головку и не давит, вот, ну, такая прикольная. Что еще? Лично у меня, что первый ребенок, что второй, они все у меня срыгивали, то есть, они у меня не на грудном скармливании, не искусственники, и вот они поедят и срыгивают. Каждый раз, естественно, там, я, конечно, переодевала, но я закупила слюнявчиков, очень много, думала, что мне прям хватит. Нет, девочки, мне не хватило, я еще докупала, и все равно мне не хватает. Вот, слюнявчики очень быстро, как бы, ну, стираешь их постоянно, и они как-то, вот, ну, приходят в негодность, поэтому их приходится докупать и докупать, поэтому я не знаю, как, наверное, у вас, но мне, вот, по моему, да, мнению, слюнявчики очень нужны, очень просто и разные. Что мне нравится в этом слюнявчике, это Некстовские, по-моему, да, их я купила около трех, по-моему, штук, они такие недешевые, да, но они реально классные, они классные по качеству, вот, и, вы знаете, тоже цвет они не поменяли, ну, может, чуть-чуть, да, очень такие яркие были, ну, я полгода их стирала, причем каждый день. Классно в них то, что липучка здесь сбоку, то есть, когда малыш, например, лежит, и вам надо поменять слюнявчик, ну, проще за липучку, да, приливать не сзади, да, а сбоку, ну, то есть, мне вот эти вот слюнявчики гораздо больше понравились, но это до трех месяцев, потому что после трех уже нужны другие, и вот такие вот, да, до трех, ну, они, считаю, я, как бы, я купила, мы пользовались, но не совсем комфортно, объясню почему, потому что, во-первых, липучка сзади, это малышу надо поднять голову, если он лежит, да, и липучку прилетить не совсем хорошо, и, видите, клеенка, для ребенка до трех месяцев клеенка не нужна, ну, срыгнула, например, да, ну, не такое количество, чтобы прям клеенка защищала, да, клеенка нужна уже тогда, когда ребенок кушает прикорм, вот, поэтому вот это вот еще, что-то бесполезно, и такой же вот слюнявчик, он, видите, тут прям на ручке одевается, чтобы прям вообще там не испачкать малыша, тоже, видите, завязочки на заде, это неудобно, плюс завязочки на заде еще на спинке, чтобы, ну, ручки, да, завязать, тоже не совсем удобно, и тут тоже клеенка, мы тоже пользовались, но, как бы, я же говорю, что до трех месяцев такие не нужны, а вот после трех, да, потому что и срыгивает уже больше, и, как бы, слюни начинаются, слюни текут рекой, и еще по поводу слюни и срыгиваний, да, это чем вы будете вытирать, да, своего малыша, когда он срыгнет, и там на личке, на ручках, например, да, где-то на шейке останется, вы же не пойдете его опять же мыть, да, каждый раз мыть, когда он срыгивает, поэтому я сначала вытирала салфетками, ну, как бы обычными бумажными салфетками, пока у нас на лице не появился, как бы, наверное, аллергическая реакция, ну, такая небольшая, я показала педиатру, он говорит, наверное, это дотрагивайтесь чем-то, я поняла, это из-за салфеток, поэтому я взяла обычные ситцевые, в общем, ну, как бы, обычные эти пеленки, да, и порвала их, порвала на вот такие вот разные кусочки, вот, для того, чтобы вытирать ротик малышу, когда у него или слюни, или он срыгает, иногда надо больше, иногда надо меньше рвать их размерами, ну, я разнообразными размерами порвала, вот, и тоже, если, как бы, у вас похожая ситуация, то лучше пользоваться, конечно, приятными к телу салфетками. А теперь я вам покажу для меня, например, да, бесполезные вещи, хотя, когда я покупала, я думала, что это просто класс, и мы будем пользоваться, нет, мы не пользуемся, это полотенце, сейчас я вам покажу. Вот, извините, что выпадаю из кадра, я купила плюшевые полотенца, вот две штучки, я оставляю ссылочку на видео, когда я их покупала, я вообще там была в восторге от них, они очень-очень приятные к телу, вот тут такой мишка, вот, очень приятный, то есть, ну, прям, знаете, прям совсем плюшевый, вот, и точно такой же голубой. Мы, ну, как, когда малыша искупали, я завернула его в такое полотенце, я поняла, что это катастрофа, и сразу же взяли обычное махровое, потому что эти полотенца, они не впитывают влагу вообще, они как бесполезные, ну, то есть, ну, вытереть ребенка, ну, то есть, они, они бесполезные, я не могу этого объяснить, то есть, это надо ощутить, поэтому взяли обычное махровое полотенце, вот, и, вот, и как бы пользуемся, и вообще замечательно, поэтому, девочки, не тратьте зря деньги на плюшевые полотенца, это без толку. И еще, чем я хочу с вами поделиться, это, наверное, это нам досталось по наследству, и это просто было мое спасение, это супер вещь, это вот такие вот флисовые пеленки, пеленки на липучках, вот, то есть, получается, вы кладете сюда малыша, сейчас покажу, вот сюда вот кладете малыша, да, и заворачиваете ему ручку, только туго, да, сюда вот, и вторую ручку точно так же сюда, и этими липучками закрываете. Он двигаться не может, в принципе, да, это не наши пеленки, потому что изначально я как-то не подумала об этих, то есть, они у меня лежали, я начала пеленать своего малыша, хотя я думала, что я пеленать не буду. Скажу вам честно, первый месяц-два, хотя бы на ночь обязательно надо пеленать. Объясню почему. Я думала, нет, я не буду пеленать, я против, в общем, новые тенденции и тому подобное, нет. Это, наверное, даже вот каждая мама, мне кажется, может ощутить. Малыш, он был в утробе, ему было там тесно, и было вот комфортно, да, когда он скрученный. И ночью, когда он спит, и вот он, например, в человечке, он просыпается, то, что он себя будет, он пугается этого, как бы, и ему правда некомфортно, ему страшно от того, что вокруг как-то вот пространство, да. А когда он закрыт, то есть, ему тепло, комфортно, и он чувствует, что он еще вот как бы вроде бы как рядом с мамой, хотя он уже снаружи. Поэтому первый месяц это точно. И вот эти вот, они меня просто спасали. Я сначала, я же говорю, забыла о них, и начала пеленать в обычные пеленки. Но у меня такой юркий какой-то малыш оказался, что он просто вылазил с этих пеленок. То есть, смотрю, уже проснулся, уже себя там будет, то есть руки у нас вообще просто мотались, как у мамы, кругом. Вот, и я вспомнила об этих пеленках, и это просто спасение, реально. То есть, он отсюда у меня не вылазил, и плюс то, что они же такие, знаете, вот все-таки, как, ну, флис. Флис, он мягкий, теплый, и самое интересное в том, что вы его укутали, его не надо укрывать дополнительно. То есть, мы зимовали, ну, в них, то есть, он у меня там, как раз, ему три месяца было в декабре. Я его не укрывала. Он именно спал у меня всегда и в обед, и ночью, вот именно в таких флисовых пеленках. Но в них есть минус. Какой? Это липучки. Липучки, вот тут же специальное такое вот, как бы, пространство, да, для того, чтобы вы могли в любой момент, с любой стороны прилепить, да, то есть, по мере подрастания малыша, то есть, здесь или совсем туго туда. Вот, но стирать эти вещи надо или в сетке, или вообще отдельно, потому что вот эти липучки портят вещи, с которыми вы их стираете. Потому что я сначала не знала, и плюс то, что вообще портят, когда, например, вы его кутаете, и, например, там, ну, не туда прилепили. Вот эта вот липучка, она сразу же цепляется, например, к человечку. Сейчас я вам покажу, какие вещи, например, испортили эти пеленки. Это наше производство человечков, Украина. Были очень красивые, такие, знаете, как вышиванка. Вот, но постирала я с, ну, с этими пеленочками, и вот видите, то есть, сразу ниточки повылазили, потому что эти пеленки, липучечка, липучечка все испортила, то есть, она, например, прилипла, и когда я отрывала эту липучку, то она вырвала эти ниточки, и вот сразу эстетический внешний вид испортился человечка. То есть, как бы так. Кстати, кто из Украины, девочки, я оставлю внизу ссылку, на котором сайте я заказывала, в общем. Мне они очень понравились, они такие не теплые, они очень такие вроде как легкие, но это все стопроцентный хлопок. Мне понравилось, знаете, что для новорожденных вообще классно. Видите, швы, все швы снаружи, и тут тоже есть задники. То есть, мы как бы их одевали, они нам очень нравились. Они, конечно, не так красиво и плотно сидят, как импортные, но для дома, тем более после, например, ванны, это как-то, ну, очень такой классный материал. И вот, наконец-то, дошла очередь до вещей, которые я даже почти не одевала. Ну, есть вещь, которую все-таки одела пару раз, может быть, не пару раз, но одела, в общем, на малыша, а есть вещь, которую не одевала. Вот, например, вот такой вот комплект. Я даже не знаю, откуда он у нас взялся, потому что я бы такой не купила, ну, изначально, да. Он вот тут вот как бы вроде мягенький, приятный, да, но мне уже не понравился фасон от того, что, ну, как-то все неправильно. Видите, какой тут задник? То есть, это даже не задник. То есть, у меня малыш, как бы, вот это вот, этот шов был где-то, где-то посередине, наверное, ножки ребенка. Ну, то есть, очень некомфортно и очень неудобно. И точно такой же, вот, здесь на, на этих, на пуговках, ну, как-то он тоже, он не сидел. Ну, получается, тельце какое-то длинное, ножки какие-то короткие. В общем, короче, отвратительно. Я один раз пыталась одеть и забросила, потому что, ну, это бестолку. Вот человечка мы одевали, действительно одевала я, но тоже он мне не очень нравился. Тоже, видите, змейка. Змейка уходит на бок, вот, ну, и как-то, не знаю, одевали, ну, без удовольствия. Шапочки очень маленькие, я тоже их брала в роддом, вот, и, я же говорю, да, то есть, это, можно сказать, на макушку. То есть, нам они не пригодились, вообще не пригодились. То есть, взяла в роддом и привезла из роддома. Один раз пыталась одеть, шапка слетела, потому что она, как бы, ну, то есть, по фасону. Может быть, это не по фасону, может, голова у моего ребенка не такая, я не знаю. Ну, нам они вообще не подошли. Ну, как бы, бестолковая покупка. Человечек. Человечек вроде бы нормальный, но мне не понравилось то, что, знаете, обращайте внимание, бывает такое, вот, как видите, тельце маленькое, ноги вроде бы как длинные, а руки длиннее ног. В общем, тоже, мне приходилось закатывать малышу рукава, в общем, потому что, ну, ощущение, он же не обезьянка, а рукава такие прям, прям как на очень длинные руки. Ну, и, как бы, по материалу это ощущение, знаете, тоже у меня было, что это махровое полотенце, но не очень хорошего качества, то есть, не очень приятно. Поэтому, мне не понравилось. Вот, довольно неплохой. Мне не нравится такой фасон. Я могу сказать, что мы одевали не много раз, вот, но одевали, потому что здесь, видите, задник, и задник хороший, то есть, ножка сюда хорошо помещалась, она не выскальзывала. Ну, как бы, ничего. Но, мне вот, все равно не нравятся вот эти вот, ну, не знаю, ползунки они, по-моему, называются. Ну, как-то, я не знаю, одевали. Одевали, но это, наверное, на вкус уже каждой мамы, кому-то нравится, кому-то нет. Мне не нравилось. Ну, и вот такие вот комплекты, например, да, как тоже ползунки и такая кофточка. То есть, получается, одеваете сначала это, а сверху эта кофточка идет. Ну, фасон обычный, но модель мне не нравится. Я люблю, я уже говорила, да, когда ребенок одет, например, может быть, это не так удобно, но это красиво, когда это джинсы. Но зимой там многие скажут о том, что как одеть джинсы зимой, да. Легко, как я уже говорила, одеваете теплые колготки и сверху джинсы. Вот, поэтому и ребенок стильно выглядит. А вот так вот одевать ребенка, ну, не знаю, ну, девочки, не обижайтесь, это просто мое мнение. Вот, поэтому мы, по-моему, одели один раз, и все. И вот этот комплект так и лежит. Нашла вот шапка, которую мы могли одевать и, в принципе, одевали, да. Это вот на завязочках, он так смешно смотрелся в ней, такой именно смешной. Ну, мне нравилась эта шапка, это тоже наша, ну, вот видите, да, вышиваночка. Это, по-моему, Днепропетровск делает, тут тоже, видите, на шапочке швы наверху. То есть нигде ничего не давило, вот сзади выточки. Ну, то есть по модели и по фасону, ну, садятся они хорошо, эти вещи. Распашонками мы не пользовались вообще, то есть они новые, вот как мы их купили, или даже мы их не купили, мне, по-моему, их кто-то отдал, отдал, да, также новыми от своих детей. Вообще, девочки, я не помню, откуда они мне взялись, но мы ими не пользовались, потому что, ну, как-то я не считаю, что распашонки сейчас нужны. Это как-то, не знаю, совдеп, наверное, что ли. Есть бодики-человечки, это масхек, что ли. Ну, и сейчас покажу комбинзоны, которые тоже мне понравились, какие нет. То есть у нас их два, которые тоже нам достались по наследству, комбинзоны на зиму я не покупала. Вот, и по размеру они были чуть больше, да, то есть малыш у меня зимовал как раз, вот сейчас март, и ему почти шесть. Поэтому вот у нас есть один комбинзон, которым я очень довольна. Он такой очень тёплый, очень зимний. И что мне в нём нравится, сейчас покажу, да, ну, то есть, вот, тёпленький, вот такой очень плотный. Здесь написано 68 размер. Он, мы сейчас даже гуляем в нём, то есть он гораздо больше, чем 68, малышу уже, у меня уже 72, вот, поэтому он отлично помещается. Почему он мне нравится, да? Не надо малыша запихивать ножки, вот, ну, как-то не знаю, мне комфортно. То есть я одела ребёнка, открыла, туда с двух сторон открывается, да, вот, я ребёнка положила, только ручки, да, просунула. Конечно, они там у нас ещё где-то посерединке, но это не страшно. У меня, кстати, где-то есть ещё перчаточки, не перчаточки, а рукавички, да, на верёвочке. Вот, и ножки там себе спокойно лежат. Сверху я ещё даже укрывала малыша одеялом, ну, чтобы совсем тепло было. Вот, вот мне такой комбинезон на зиму для малышей нравится. Есть у нас ещё другой. Кстати, мне ещё, знаете, что в нём понравилось? То, что тут здесь не отстёгивается капюшон. Это очень важно. Здесь вот есть такая, тоже обратите внимание, фиксация для того, чтобы можно было этот капюшон затянуть. И вот второй комбинезон, он уже с ножками. То есть он, в принципе, точно такой же, как тот, только он менее тёплый. Вот, здесь написано, что 6-9 месяцев. Вы знаете, как бы, действительно, потому что сейчас малышу 6, и этот комбинезон ещё на него слегка великоват. Хотя он у меня не маленький, я же говорю, 72 сантиметра. Минус, очень часто отстёгивается капюшон. Может быть, это, конечно, плюс, когда он не нужен, но вы знаете, зимой для маленьких детей капюшон нужен всегда. И, как бы, мне это не нравится, потому что всегда, когда я, например, его одеваю, естественно, надеваю шапку, он начинает вережать, пищит. И, как бы, начинаешь его же быстрее выводить на улицу, потому что там он засыпает. Капюшон, как назло, всегда отстёгивается. И ты начинаешь, короче, его застёгивать. Он вережит ещё больше. Ну, в общем, кошмар. Плюс только, единственный, когда есть ножки, это в автокресле. Потому что в том комбинезоне без ножек, конечно, можно, но вы тогда его не пристегнёте. А с ножками пристегнёте. И касается, что шапок. Шапок у нас много разных, но для зимы, как бы, мы выбрали вот такую вот она. Я всегда хотела, чтобы была шапка натуральная, из натурального материала. Но, вы знаете, как-то я из натурального материала, в Москве, я заговариваюсь, устала уже, из натурального материала я не нашла. Поэтому я, естественно, одеваю ему сначала вот такой вот чепчик, да, хлопковый. А сверху уже одеваю вот такую вот шапку. Шапка, видите, она сзади с таким, как бы, разрезом для того, чтобы можно было, во-первых, тянется, и чтобы можно было регулировать. Вот мы эту шапку одевали с рождения и до сих пор одеваем, то есть она какая-то прям безразмерная, что ли. Ну, мне она нравится. Она и тёплая очень, если, например, одеть в плюсовую температуру, даже плюс 5, то есть мне, конечно, ребёнок, ну, ему будет жарко. Вот, то есть это на минус. Это была, наверное, часть первая о вещах. Сейчас я вам сделаю тоже видео, ну, как видео, продолжу, да, это видео. Я вам покажу вещи, без которых бы мне было очень сложно. Ну, прям не очень, но сложно. Это без вот такого вот чайника. Объясняю, так как мой ребёнок искусственник, вот мы кушаем хиткомбиотик, живём мы, в общем, в доме, в частном, и на первом этаже у нас кухня, а на втором спальня. И ночью, когда малыш кушает, ну, понятно дело, что особо не набегаешься. И вот мы тут в спальне, рядом с кроваткой, в общем, на комоде поставили этот чайник. Он с тремя режимами температуры воды, то есть 60 градусов, 90 и 100. Как бы, что о нём ещё рассказать? Ну, расскажу просто то, что мне комфортно и удобно. Вот, например, лосточка упала, да? Что я делаю? Я беру... Сейчас. Ну, просто одной рукой показываю. И я, например, полощу эту соску. Вот у меня тут сразу есть такая кружка большая, вот. И, то есть, мне не надо бежать там на кухню, как бы, обливать её чайником. То есть, у меня тут всё рядышком. Точно так же и, как бы, смесь. Мне не надо бегать. То есть, всегда здесь рядом ребёнок, и рядом здесь смесь, которую делаю. Причём на ночь, ночью я, например, знаю уже, я измерила. Если он у меня, например, кушает 150 грамм, да, то я набираю 60 градусов, ну, то есть, 60 грамм воды. Эта вода остывает. И ночь, когда он просыпается кушать, я просто доливаю до 150. И получается так как раз температура, в которую надо разбавлять именно смесь. И кушает ребёнок, в принципе, сразу же. То есть, мне не надо охлаждать. То есть, я настолько уже полностью приспособилась, что это очень-очень удобно. Это первая вещь, без которой бы я просто, ну, реально не смогла. Чайник называется Индиго. В общем, смотрите, чтобы я не коверкала язык. Он у нас уже, ну, месяцев я была беременна, мы его купили. То есть, месяцев 8 он у нас точно. И, девочки, он работает круглосуточно. То есть, он постоянно включён, он всегда поддерживает температуру в 60 градусов. То есть, я могу сделать 90 градусов и закипает он на 100 градусов, потом я переключаю на 60. То есть, очень удобно. Вторая вещь, это корзина для белья. Вам покажется о том, что, ну, подумаешь, корзина для белья, без неё можно обойтись. На самом деле, да, конечно, можно, но очень удобно. Ну, лично у меня так, то есть, я так приспособилась. То есть, вот у меня перенальный столик, да. Я переодела малыша, грязные вещи сразу положила в корзину. Тут только лежат детские вещи. То есть, вещи детские нечистые. Я её забиваю полностью. И потом только... Она, в принципе, не маленькая, она довольно высокая. Вот, потом только стираю. Вещей у нас много, поэтому, как бы, дефицита в человечках нету. Вот. Как бы, она мне очень-очень нравится. Именно, ну, не сама корзина, а я имею в виду идея. То, что она рядом находится. Вещи не лежат детские со взрослыми. То есть, у меня... Я стираю исключительно только детские. Специальным порошком. И я беру эту корзину, уношу в гардеробную. То есть, у нас в гардеробной комнате находится стиралка. Я загружаю, стираю и приношу её опять, ставлю пустую. Очень удобно. Ну, вот. Также, вот, у меня тут полотенечко сразу. Например, если мне малыша надо подмыть, то я иду в ванну. И, как бы, полотенце тоже висит отдельно. Со взрослыми не соприкасается. Это вторая вещь, которая, ну, в принципе, мне очень нужна, как мне кажется. И она мне очень полезна. Третья вещь, которая очень просто меня спасает, это вот эти вот фиксаторы. Они нам достались по наследству. Они, конечно, уже замучены, но они всё равно продолжают служить. Когда малышу от нуля до трёх, он, ну, знаете, как бы, его надо крутить вправо, влево, чтобы он не лежал всё время, например, на спине. Поэтому, когда, например, я клала малыша бочком сюда, и этой частью я его подпирала. То есть, ой, припла. Я его подпирала, и, например, он у меня бочком как бы лежал 3 часа. Потом ему надо было кушать, например, да. Я перед кормлением его перекладывала, например, на этот бочок. Точно так же, как бы, подпирала. И очень помогала нам всегда эта вещь, и я думала, ну, потом она нам не пригодится. Сейчас моему малышу, получается, ну, почти 6 месяцев, через пару дней уже будет. И опять они нас спасают. Спасают тем, что малыш, как бы, вы же знаете, да, детки в таком возрасте, с 5 месяцев, начинают переворачиваться с живота на спину, со спины на живот. И ночью, когда детки переворачиваются, начинают плавать, капризничать. Ну, то есть, хотят перевернуться, например, обратно и не могут. Вот эта вещь ночью вообще просто выручает. Точно так же. Фиксатор, он из-за этих бочочков, он не может перевернуться, и спит себе ночью вообще, как бы, не тревожит. Да, вот, например, у нас с носиком были проблемы, и врач сказал валик подложить под матрас. Мы когда подложили валик, малыш съезжал, эти фиксаторы держали. То есть, он хорошо, спокойно спит. И знаете, что еще им нравится в этих фиксаторах? Ну, вот, у них ощущение, что они, как бы, вот, тоже. Он у меня спит в кроватке, и деткам очень многим кажется, что, ну, то есть, они не хотят спать в кроватке. Слишком большое пространство, им страшно, неуютно. Вот эти вот вещи, они помогают тем, что ребенок, как бы, вот, ощущает рядом или кого-то, или вот он, как бы, зажатый, ему комфортно. Я уже говорила, да, то есть, о том, что в утробе матери они были 9 месяцев, потом просто лежать в пустой, большой кровать, и им будет некомфортно. Тоже очень помогает. Радионяня. Это третья вещь, без которой, в принципе, можно обойтись, но у нас дом небольшой, и можно без радионяня спокойно обходиться. Но, вы знаете, когда, например, мы на первом этаже кушаем, ужинаем, а малыш уже спит, потому что, ну, например, 9 часов, это его уже сон ночной, то радионяня помогает, например, знаете, когда он заплачет, вы и так вот слышите, но когда он, например, маленький, и там ему месяц-два, и он покушал, и может циргнуть, и захлебнуться, вы же знаете, такое может быть, это звук, не дай бог, но такое случается, то радионяня, вы делаете громкость, и вы слышите, срыгнул, не срыгнул, подавился, или там еще что-либо, ну, как бы мне она помогала. Это четвертая вещь, которая очень нас выручала, особенно от нуля до трех, сейчас мы тоже тут лежим, играемся, но раньше это просто вообще. Это, в общем, такая укачивающая колыбелька, в общем, люлька от Тинни Лав, здесь есть, получается, ну, у меня батарейки тут сели уже, тут вибрация, и малышу, когда он маленький, ему очень нравится, он может, например, полчаса, час вообще лежать и слушать, как вибрирует, вот, мне нравилось, в общем, малыша сюда класть, он мне руки освобождал, эта штучка. Чем еще хорошо, то, что я малыша укачивала, вот она, она реально укачивающая, то есть, вот так достаточно просто пальчиком вот качнуть, и малыш качается, даже когда он сам шевелится, например, ножкой или ручкой, там, помотылял, да, то есть, она начинает качаться. Ну, мы, вы знаете, он у меня в ней лежал до трех месяцев вообще просто, иногда даже там спал ночью, то есть, получается, что днем он спал исключительно только здесь, игрался здесь, а ночью он спал в кроватке. И это, я не могу этого объяснить, девочки, я просто хвалебные оды буду петь этой люльке, просто супер. Тут вот можно как бы сделать, чтобы она не укачивалась, но, то есть, поставить ее, чтобы она ровно стояла, но мы ни разу не пользовались, чтобы она вот просто ровно стояла, она у нас укачивается всегда. Плюс то, что очень удобно, что можно унести ее в любую комнату, поставить, и, ну, то есть, она легкая. В общем, классная штука. Вот я тут постелила, получается, одеяльце, и пеленочку положила для головки. И еще, что очень классно, это... Сейчас я включу. Тут две мелодии. Под эту мелодию мы всегда засыпали, и здесь, просто светло не будет видно, горит то солнышко, то улитка. У нас, кстати, где-то игрушки вот тут висели, ну, в общем, малыш где-то, в общем, их потянул, он их стягивает уже, большой. Улитка и солнышко. Солнышко за зеркальцем, а улитка просто дребезжит и шуршит. Сначала он на них так просто смотрел, когда был маленький, там, месяц, когда ему два было, три. А сейчас он уже тоже лежит, он уже, как бы, играется с ними, то есть, стягивает их. А вот это вот, девочки, это просто, я не знаю, может быть, это у меня такой малыш, его зачаровывали, или вот эти вот блики, то есть, этот вот цвет, который менялся, то есть, он не просто горит, тот вот горит желтеньким, тот вот беленьким. И вот он может лежать, смотреть, что-то огукать, в общем, такая очень классная штука. И здорово то, что она, то есть, ее можно отключить в разные стороны. А малышей, чтобы не было кривошеи, то надо, чтобы сначала было так, потом вот так, то есть, чтобы он шейкой крутил. Когда мне не надо, я ее просто вот так вот беру, снимаю и убираю. Одной рукой неудобно. Вот, и будет просто тогда, такая, как люлька, без этого цветочка. В общем, короче, такая классная штука. Я не знаю. Я реально советую приобрести. Стоит она относительно недорого. Сейчас я видела в магазине, ну, именно в Украине, да, это тысяча, там, 300 гривен, еще, по-моему, до поднятия курса. Вот. Но в любом случае, можете поискать даже БУ. Классная штука. Девочки, вот светильник у меня такой. Такой. Он постоянно, кстати, отпадает. Он висел у меня вот здесь вот. Я его купила, когда была еще беременна. Ну, что я могу о нем сказать? Светильник нужен, но со светильником, конечно, у нас получился трабл. Он светит очень ярко. То есть, получается, что надо такой легкий, чтобы не совсем темно было, так, чтобы можно было сделать смесь ребенку и вообще видеть его, да, где у него ротик, чтобы его накормить. Эта луна светит очень ярко, хотя муж уже менял тут лампочки, вообще поставил лампочку, по-моему, там, на самое маленькое, там, количество ватт. Все равно она ярко светит, плюс вот этот вот желтый цвет как бы дает еще такое свечение. Поэтому мы вот, в принципе, используем ее, и в данной ситуации это, конечно, уже не от нуля до трех, это уже после трех. То есть, хотя нет, вы знаете, у меня он, я вспоминаю, когда эта луна вот так вот здесь висела, да, то он у меня смотрел постоянно на эту сторону. И даже врач говорил о том, что, а почему он у вас там, типа, ну, как бы, начинается, как типа, кривошея? Я говорю, как? Он говорит, да, вот на эту сторону. Я поняла, что когда он лежит на пеленальном столике, он всегда смотрел на эту луну, то есть всегда в эту сторону. Вот, поэтому я луну уже не включала, чтобы, ну, как бы, ничего не было. А сейчас мы, в общем, сделали такую штучку, то есть он обращает внимание на свет, ему очень нравится. И когда, например, я чищу его носик или что-либо, я беру одной рукой, чищу, например, там носик, ну, как бы, занимаюсь чем-то, мне надо, чтобы он затих, да, то я эту луну вот так вот, как бы, кручу вправо, влево, и он как бы замолкает и смотрит. И я успеваю, как бы, там, ему нос почистить или там еще что-то, или ушко. Вот, еще такая вот бывает ситуация, когда он просыпается, просыпается у меня по-разному, ну, в основном, там, около восьми утра. Если он проснулся, например, в семь или там в шесть, вот как сегодня утром проснулся в шесть-тридцать, я, как бы, пытаюсь его приучить, чтобы он постоянно просыпался в одно и то же время. вот, и я, как бы, что делаю, говорю баечки. И, ну, пытаюсь его постоянно, как бы, уложить спать до определенного времени. Ну, когда он уже совсем не хочет, как бы, спать, уже хочет играться, а я очень хочу спать. А он же может там полежать сам еще, погулить? Может. Я беру, включаю эту луну. Сейчас я вам ее включу. Вот, вот она так светит. Я включаю эту луну, и он, лежа вот здесь, вот он на нее смотрит реально полчаса. Разговаривает там что-то, руками машет. И я, как бы, можешь сказать, полчаса еще досыпаю. Мне эта луна сначала не нравилась, потому что она такая яркая. А сейчас я реально это мне очень-очень благодарна. Вот. В общем, вот такая вот она у меня тут лежит. Я даже мужу сказала, говорю, он хотел бы, давай я ее повешу, типа, что она упала. Она, кстати, вот крепится здесь на двойной скотч. И не скотч, а пластырь. Да, скотч, правильно. Пластырь, вот такой. На двойной скотч крепится, и время от времени отпадает. И вот муж хотел ее прикрепить обратно. Я говорю, не надо. Потому что я реально ею пользуюсь. Именно кручу-верчу ее, малого отвлекаю. Девочки, еще такая вещь, которая мне очень пригодилась во время беременности. Я без нее, я не знаю, как бы я вообще выходила, как я бы спала. Это такой вот рогалик. Рогалик-подушка. Сначала он мне нужен был во время беременности. Очень нужен был. Мне муж даже говорил, блин, как ты? Надо, наверное, еще один такой купить побольше. Ну, потому что мне реально он очень помогал. И спине, и как бы очень болела спина во время беременности. Ну, ладно, не об этом. Чем он сейчас хорошо, да? То есть, ну, как сейчас? Он и сейчас мне отлично, потому что я сюда, вот сюда вот кладу еще подушку. И тут видите, им бортики, то есть малыш, когда еще не сидит, его можно посадить. Особенно мальчиков. Девочек сажать нельзя, мальчиков можно. То есть я сажаю сюда своего малыша, и тут вот как бы защищают эти бортики. Вот он не, как бы даже если он упадет, например, да, то есть он упадет в подушечку, ну, или вообще, то есть фиксация вот эта вот очень хорошая. А когда от нуля вот до трех, да, я его сюда клала, клала сюда пеленочку, и его сюда. И он у нас, вот, например, когда там у него колики были ночью, он там плакал, и чтобы он не спал в кроватке, мы к нему постоянно не вставали, ну, и плюс, чтобы он чувствовал рядом родителей, мы его клали вот сюда вот посерединке и между нами. И он спал, он ночью спал, он чувствовал нас, я всегда была рядышком, то есть я тоже голову вложила вот сюда вот на эту сторону, муж на эту, и он тут рядышком с нами как бы был. Плюс то, что вообще днем я его сюда клала. То есть эту подушку можно крутить вообще как угодно, и, не знаю, я купила ее там относительно недорого, их сейчас в интернете очень-очень много, поэтому, девочки, обратите внимание, вот такая вот как бы подкова, такая подушка-рогалик. Вот так я покажу. Вот такая вот она, то есть она не большая и не маленькая, мне кажется, это идеальный размер. И еще, что хочу вам показать, это вот такой вот от Ривен Бэйби. Девочки, это просто, ну я не знаю, я очень благодарна тому человеку, который такую вещь придумал. Раньше там я помню, что я 10 лет назад своей дочери только не придумывала для того, чтобы высосать сопельки из носа, то есть достать их оттуда. Когда, например, у малышей насморк, ну это катастрофа, они бедные мучатся, вот эта вот вещь, она без проблем, просто без проблем достает сопельки. То есть получается, что вы сюда, вот этот вот кончик вставляете в носик, в одну ноздрю, и сюда вы дуете. То есть втягиваете в себя воздух, и сопельки, в общем, легко выходят. Здесь, вот где сейчас стоит люлька, да, у меня тут был фитомяч, то есть большой мяч, но он у нас лопнул, потому что, ну как лопнул, сдулся, потому что вот здесь вот одна штучка, даже не одна, а несколько, в общем, как бы оторвались, и такие шурупы торчали, и вот этот вот мяч несколько раз сюда, на эти шурупы натыкался, и он сдулся, поэтому я вам его показать не могу, но вот он у нас был синего цвета, и сейчас он мне, в принципе, уже не нужен, но от нуля до трех как раз он нас вручал, мужа, меня, вообще всю нашу семью, потому что укачивать ребенка, просто качать на руках, ну довольно тяжело, плюс я после кисервосечения. И вы знаете, этот фитомяч, как бы на него садишься, берешь ребенка точно так же на руки, и начинаешь на нем слегка подпрыгивать, то есть, нет вот этой вот нагрузки колоссальной, да, то есть, ну, укачиваешь малыша, он быстро засыпает на фитомяче, и плюс, чем еще хорош этот мяч, для массажиков, то есть, вы сами, чтобы у малышей от нуля до трех месяцев начинаются колики, особенно у мальчика, поэтому очень нам помогал, это пеленочку на фитомяч, и на животик малыша, начинаете вот так вот, как бы катать его, да, по этому мячику, и вы знаете, ну, очень отходили газы, малышу становилось легче, поэтому фитомяч, мне кажется, ну, очень нужен. Вот такое вот у меня получилось видео, постаралась рассказать все очень-очень доходчиво, разжевала как могла, не обижайтесь на меня, если я кого-то там по поводу вкусов обидела, это сугубо мое мнение, это мой вкус, не принимайте близко к сердцу. Если видео понравилось, поддерживайте меня пальчиком вверх, и оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, пока! Субтитры сделал DimaTorzok